всем здравствуйте вы на канале хищники на подоконнике с вами я натали март в этом ролике как видно из названия я буду пересаживать свою венерину мухоловку конечно на моем канале есть уже много роликов которых я показывала пересадку в том числе тогда когда я покупала какие-то свои сортовые венерины мухоловки то я старалась сразу пересаживать их в грунт это тогда когда я делала обзор на распаковку своих венериных мухоловок то тогда я их конечно пересаживала и вам это все показывала смотрите моя венерина мухоловка высажена в такой 8 сантиметровый горшочек и она чрезвычайно разрослась посмотрите сколько она дала и деток и общем короче говоря ей очень очень тесно в этом маленьком горшочке поэтому я решила ее пересадить горшок более просторный те кто впервые на моем канале я хочу сказать что венерина мухоловка это насекомоядный хищник это хищное насекомоядное растение которое выживает за счет того что она получает питание из насекомых которых улавливает такими вот ловушечками и за счет фотосинтеза который у него который она получает благодаря солнечному свету или же искусственному освещению если у вас допустим растение стоит на северном окне и вы его досвечиваете что можно сказать о венерины мухоловки что это растение она можно сказать прихотливая в какой-то мере нельзя сказать что она очень легкая в уходе но тем не менее если приспособиться то нового замечательно будет расти это растение высаживается только в кислый верховой торф я это позже покажу дай покажу как я буду смешивать эту почвосмесь почему я говорю что она растет в кислом верховом торфе потому что все насекомоядное растение они преимущественно растут в бедных почвах и своими корнями они могут только пить поэтому если вы решите поливать его венерины мухоловку то во первых она поливается только в поддон а во вторых ее поливает только дистиллированной водой венерины мухоловку нельзя поливать обстойная водой замороженной воды перекипяченной водой нельзя то есть вода должна быть без примеси солей минералов только в этом случае она будет у вас расти нормально если же она будет содержать какие-то соли или минералы то корни будут гореть образно говоря и она у вас быстро погибнет она у вас пропадет конечно мне говорят что некоторые умудряются поливать с крана но все зависит от того в какой местности вы живете какой состав у вашей воды поэтому я бы не рекомендовала поливать никакой другой воды конечно не спрашивают если у меня нет возможности допустим купить там как-то дистиллированную воду где-то достать там дистиллята нет только в таком случае вы можете ее купить на автозаправках она продается деминерализованная вода пожалуйста также можно использовать дождевую леталый снег но непременно он должен быть чистым они то вода которого стекала с крыши допустим на то желательно только так и конечно можно использовать воду из под фильтра обратного осмоса то есть вот это вот вода она допускается для полива вашей венериной мухоловки она нуждается в ярком солнечном освещении если это лето то только под открытыми лучами солнца но не в том случае если вы ее купили только с питомника или из магазина и сразу под открытые лучи поставили в таком случае она может у вас подгореть листочки могут поэтому не нужна адаптация но если вы постепенно его носите то она очень любит солнечный свет если она у вас будет получать достаточно солнечного света то внутренняя поверхность ловушечки окраситься в красный цвет это не единственная мухоловка которая у меня есть то пересаживать я буду пока это у меня есть вот еще такая венерино мухоловка у меня их несколько штук есть эту кстати тоже надо пересаживать потому что она у меня сидит в 5 сантиметровом горшочки ей тесновато на самом деле еще у меня есть еще одна венерино мухоловка вот это кстати тоже ей уже тесновато в этом горшочке и вот смотрите как она замечательная с ловушечками конечно у меня ловушечки возможно не выкрашены в красный цвет внутри потому что у меня недостаточное освещение для этого хотя смотрите она у меня замечательно растет цвета и хватает но так чтобы внутренняя поверхность ловушки загорела этого видимо недостаточно так это то что касается освещения если вы решите завести венерино мухоловку то вы должны помнить что ей всегда по 12 часов в день нужно яркое освещение на северном окне она у вас будет скажем так чахло и невзрачное у нее будут вытягиваться листочки она не будет наращивать деформированные ловушки или они вообще не будут нарастать и она может быстро очень погибнуть поэтому ей нужно очень яркое освещение посмотрите моя венерино мухоловка росла замечательно просто прекрасно но она стала вот видите уже вот вот так вот выглядеть потому что ей достаточно недостаточно места в горшочке вот такие вот ловушечки вот видите это старая ловушка я ее таким образом удаляю все вот можно ее аккуратненько будет срезать так сейчас я сделаю пересадку смотрите еще по поводу ухода за венерино мухоловка есть еще такой момент что венерино мухоловка является зимующим растением поэтому если вы ее заводите будьте готовы к тому что четыре месяца в году если это взрослое растение она должна у вас находиться в на зимовке на зимовке это растение это растение оно зимует при температуре от плюс 3 до плюс 7 это в идеале но она у меня зимовала на балконе обычно у меня там температура была от минус 1 до плюс 13 в зависимости от того какая выдавалась зима и в принципе она прекрасно у меня зимовала и потом прекрасно наращивала новые растения и прекрасно разрасталась сейчас же она у меня немножко стала чахнуть почему потому что ей мало места как я уже сказала плюс у него такие вот листочки видите вот это листочки старые это старые листочки вот так вот они выглядят да может быть не очень хорошо потому что сейчас уже холодное время года вот но тем не менее я решила ее пересадить в какой же грунт она пересаживается как я уже говорила она пересаживается в кислый верховой торф смотрите я при вас ее достану вот она пересаживается в кислый верховой торф с добавлением перлита перлит нужен для того чтобы разрыхлять чтобы торф он не прижимал сильно корешочки и чтобы они не загнивали потому что венериана мухоловка она любит очень очень влажный грунт у меня допустим даже сейчас в холодное время года она у меня стоит в горшочке с водой вернее в поддоне с водой посмотрите сюда у меня она была высажена в мох сфагнум кстати мог сфагнум тоже можно высаживать ее что такое кислый верховой торф по сути это тот же мог сфагнум просто он перепрел там возможно в нем есть примеси каких-то там иголочек сосновых или еще что то посмотрите она у меня была высажена летом я то что я когда ее купила где-то полгода наверное назад она была одним маленьким растеньком то есть это было одно растение и вот смотрите за месяцев наверное 8 она шеи да нет все месяца где-то так она у меня разрослась у меня не было тогда кислого верхового торфа чтобы ее купить поэтому я мог сфагнум который нас собирала смешалась небольшим количеством кислого верхового торфа в котором я ее купила купила и в пинти сантиметровом горшочки а это 8 сантиметровый горшочек то есть я летом пересаживала но она у меня чудесным образом разрослась буквально за эти полгода и когда у меня не было возможности то я просто высадила ее в небольшое количество мха кислого верхового торфа мах мха сфагнума посмотрите вот вот этот вот коврик это мог сфагнум кстати мог сфагнум который я собирала здесь да он достаточно крупный и он за это время видите каким ковриком покрывается если бы я так оставила лесе бы горшочек был достаточно большой то в принципе вот это все покрылась бы зеленым таким ковриком но я решила все-таки пересадить ее в кислый верховой торф вот это откладываю и посмотрите хочу показать вам как она у меня выглядит на данный момент вот эта детка вот и посмотрите сколько тут деток тут несколько резон вот это листочки подгнившие под пропавшие я их конечно же удалю смотрите еще такой момент я ее не буду сейчас разделять вот это вот детка которая отпала я ее высажу но только высажу ее в рядом в этот же скажем так в этот же горшочек еще такой момент смотрите вот эта детка я сказала которая отпала это детка которую я вот видите вот цветонос вот он цветонос он сгнил но этот цветонос он дал мне растеньку такая вот растенька видите вот я ее вот как она есть я ее так посажу еще кстати я недавно обрезала цветонос вот он посмотрите вот я его тоже посажу сверху он у меня кстати это цветонос он был в этом торфе сверху вот и сейчас когда я пересажу я его тоже скажем так воткну прямо в грунт так смотрите сюда вы видите вот вот эти вот детки вот они они вот и они практически висят у меня вот я их посажу в горшочек но в горшочек я посажу их прямо на поверхность посмотрите где резума 1 вот она это материнское растение вот от нее вот он пошли вот эти все маленькие растеньки и видите здесь она ниже чем допустим вот эта растенька вот чем вот это вот маленькая растенька поэтому когда я буду высаживать надо высадить таким образом чтобы все растеньки вот это маленькие детки чтобы до всех все попадали в грунт потому что я их буду высаживать пересаживать скорее всего по весне а пока на данный момент я ее оставлю вот так как она у меня есть вот так ну и знаете для многим интересно когда они видят как выглядит под землей винирина мухоловка вот таким вот образом она выглядит вот это беленькие новенькие свеженькие корешочки вот так вот она выглядит все теперь я сейчас смешаю почвосмесь и так для идеальной почвосмеси вам нужен кислый верховой торф с кислотностью от двух с половиной до четырех с половиной у меня вот такой торф к покупной я не могу сказать ничего насчет этого торфа так как я именно этой марки никогда не использовала но скажем так доверяю тому что написано на упаковке пусть будет такой как у меня есть сейчас наличие дальше у меня здесь промытый перлит в каких пропорциях обычно смешивается кислый верховой торф две единицы скажем так и перлит одна единица либо же два к одному либо же один к одному можно смешать еще в эту почвосмеси можно добавить моксфагнум моксфагнум как я уже сказала это практически тот же самый кислый верховой торф но иногда скажем так некоторые добавляют некоторые не добавляют вы уже смотрите хотите ли вы его добавить или нет ну у меня он есть в наличии у меня его много поэтому в принципе я могу его добавить в эту почвосмесь что нужно еще сделать вам нужно это все смешать ну конечно мхасфагнума обычно добавляет там и не знаю 10 процентов может быть почему его добавляют потому что он очень хорошо удерживает влагу точно также как и допустим перлит он тоже иногда выполняет такую функцию тоже может удерживать влагу только перлит удерживает ты его в 5 раз больше собственной массы и собственного размера а допустим моксфагнум удерживает ее до 20 раз больше своего объема в своего размера то есть он очень такой впитываемый еще перлит допустим и мохсфагнум какую роль играют мох сфагнум предотвращает скажем так гниение почвы и не дает ей так сильно плесневать допустим а это бич когда это осень и весна и ваши венерины мухоловки они могут страдать собственно говоря от плесени поэтому мы можем добавить мох сфагнума я как уже сказала 10 процентов примерно мха добавляется итак это у меня горшочек бушный пластиковый на 13 сантиметров это у меня 8 сантиметровый горшочек все насекомоядные растения мы высаживаем только в пластиковую тару либо это пластик должен быть либо это должна быть должен быть стеклянный какой-то горшочек с дренажными отверстиями в другие керамические и иные нельзя высаживать так как они выделяют при соприкосновении с кислым верховым торфом вредные вещества которые вредят корням растения поэтому как я уже сказала высаживать только в такие горшочки смотрите здесь очень крупные у меня дренажное отверстие через них будет выпадать моя кислое мой кислый верховой торф смешной спиролитом поэтому чтобы почва смесь туда не проваливалась обычно знаете использую такие сеточки ну по типу такие пластиковые которые используют как антимоскитка да или же смотрите или же можно использовать просто моксфагнум на дно как обычно делаю это я вот таким вот образом все и что я теперь делаю теперь в этот горшочек я добавляю почва смесь сильно утрамбовывать не надо сильно притаптывать достаточно сделать вот так теперь мы делаем здесь отверстие вот такое вот углубление скажем так вот так вот таким образом теперь берем наше растение так чтобы корешочки попали хорошо в горшок чтобы их не сильно примять вот эти нежные белые корешочки то постараемся сделать это очень максимально аккуратно если ловушки какие-то закроются то ну не переживайте насчет этого в этом нет ничего страшного и аккуратненько начинаем подсыпать моя винили на мухоловка она будет разрастаться в стороны этого горшочка и пока будет достаточно меня часто спрашивают как каким объемом нужно покупать сами саму сам горшок сразу скажу что а если у вас одну маленькая растенька то достаточно 5 сантиметров если у вас растенька побольше то можно 8 сантиметров и как я вот этот использовала допустим да на одно растение 8 сантиметров вам с головой хватит но если она у вас вот так вот разрастается то я беру горшок немножечко запасом потому что я следующий раз могу и пересадить скорее всего аж весну это будет где-то через полгода месяца через месяцев через пять где-то так и поэтому я думаю на какое-то время ей будет достаточно вот этого горшочка и что еще сделаю я сейчас буду подсыпать подсыпать грунт в разные с разных сторон аккуратненько у него будет адаптация какое-то время что нужно сделать после того как вы высадите венерину мухоловку вы должны обязательно поставить ее в поддон с водой обязательно венерина мухоловка должна вас то и постоять в воде какое-то время она не должна у вас пересыхать но дело в том что если у вас дома температура низкая допустим 18-20 градусов и у вас по доне будет вода то ваша венерина мухоловка она корешочки резома может просто-напросто сгнить поэтому регулируйте скажем так и и полив как я сказала она поливается только снизу и желательно поставить ее одним боком и не крутить со стороны в сторону да потому что именно хищные растения этого не любят хотя если честно я бывает выносила их налито допустим на балкон вот заносила выносила и как бы скажем как нормально они у меня росли так теперь смотрите у меня же остались еще детки вот они они несколько деток я сказала что их высажу в этот же самый горшок то есть что я делаю я аккуратненько вот сюда вот могу ее высадить все вот и она будет расти как отдельная растенька здесь вот я высажу второй маленькую детку вторую вот так тоже вот таким образом так и вот так она даст естественную усадку со временем особенно когда вы ее поставите в подоны будете поливать то скажем так грунт он со временем осядет поэтому спустя какое-то время я стараюсь еще сверху немножечко немножечко ее присыпать грунтом потому что у меня грунт всегда намешан достаточном количестве всегда остается лишний грунт поэтому я подсыпаю со временем мухоловку после пересадки спустя какое-то время что еще нужно сделать после того как вы пересадили после того как вы поставили поддон с водой вам нужно поставить под яркое освещение какое освещение нужно желательно чтобы это были лампа дневного света с белым спектром и не меньше чем допустим 40 50 ватт если у вас допустим фитолампа или любая другая лампа допустим 16 12 9 ватт и такое бывает да человек покупает вот такую лампу в принципе тоже ее можно использовать для досветки но в таком случае вы должны ее размещать примерно в пяти сантиметрах от самого растения в таком случае ему будет достаточно хватать освещение и пока я еще не убрала со стола смотрите вот эти две мухоловки я ну думала сначала их не буду пересаживать но я так понимаю что им все равно очень очень мало места очень мало места посмотрите сюда вот это 5 сантиметровый горшочек а вот это вот это вот корешки которые отсюда видите вырастают поэтому я решила посадить все таки пересадить в больший горшок посмотрите размер да вот это у меня на 11 сантиметров я так понимаю нет но короче не знаю насколько неважно вот видите гораздо больше поэтому я сейчас то же самое очень быстренько осуществлю пересадку грунт влажный поэтому я думаю что не будет у меня особых проблем в пересадке вот посмотрите вот это вот корни бедная растенька кстати это растенька у меня высажена в правильную почву здесь у меня перлит видно здесь у меня видно мог если верховой торф поэтому я буду пересаживать это растенько методом перевалки я не буду менять здесь полностью грунт этого делать не нужно это растенько тоже сильно разрослось здесь их несколько растенек но она тоже у меня будет пересаживаться методом перевалки и посмотрите тоже на эти корешочки бедные видите так что нужно мне сделать чтобы посадить методом перевалки как я уже сказала у меня здесь тоже опять же такие крупные дренажные отверстия я на дно горшочка кладу кислый верховой нет мохсфагнум простите мохсфагнум кладу также я туда засыпаю свою почвосмесь так с таким расчетом чтобы у меня поместилось два растенька вот так она будет вот и теперь по краям я добавляю почвосмесь корешком будет куда расти будет место резома не будет голой вот она резома видите ну вы знаете есть такое золотое правило нельзя сильно углублять резому в грунт ну и нельзя так чтобы она у вас была на поверхности и это делаю быстро у меня как бы опыта побольше просто я знаю как мои подписчики некоторые пишут как они переживают как они боятся высаживать венерины мухоловки кстати вот это вот видите старый листик он уже почернел полыгнил его аккуратненько можно удалить это называется пересадка растения методом перевалки все просто тот грунт тапочвосмесь которой она была я в ней уверена потому что я сама ее компоновала поэтому я знаю что она нормально ну и плюс еще смотрите я смотрю по растению если у меня растение растет хорошо значит почвосмесь ему подходит с этим растеньком будет все замечательно что я делаю то тот же самый принцип я сейчас его поставлю в воду дистиллированную и пусть она напитывается все смотрите вот это вот и в принципе и все вот замечательная растенька будет куда расти еще раз покажу вам для сравнения так и осталось только все это поставить в дистиллированную воду и кстати посмотрите вот этот цветонос я вам говорила что я его высажу тоже в этот горшочек вот я его тоже просто воткнула в грунт и все пусть он растет и он со временем я уверена даст деток и так вот так выглядят мои горшочки после того как я их пересадила налила туда дистиллированную водичку и они у меня вот таким вот образом будут стоять пока не пропитается виземленный ком после пересадки венери на мухоловку можно было в принципе пролить сверху но я не стала уже этого делать и еще такой один момент вместо перлита если у вас нет его вы можете использовать полиполистироловые шарики пенопластовые тоже в принципе идет для разрыхления почвы и так это то что я хотела показать ему и рассказать вам в этом ролике с вами была наталия март